Настя, ну не расстраивайся. Всё будет хорошо, и кот твой найдётся. Настя... А если не найдётся? Настя, ну на улице много котов бегает. Котов много? Один он один. Ну заведёшь себе каких-то рыбок, может попугайчика, может хомячка или опоссума. Сам ты опоссум, мне нужен Дилан. Знаете, что самое обидное? Ну и что самое обидное? А самое обидное то, что когда я пришла домой, я нашла свою заначку, а там было ровно 100 долларов. Если бы они ещё раз позвонили, я бы не задумываясь, отдала бы деньги и забрала бы кота. Настя, пока. Стоп. Друзья, а где были вы в то время, когда я искала кота? А? Я с... Да, я с Рыжим играла в парке, и мы там были у дедушки на день рождения, и ели мороженое. И он мне подарил мотоцикл. Да, 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 так и было. Стоп. Вы без меня были на дне рождения, пока я развешивала объявления и искала кота. Вы ещё и мороженое ели, а мне даже не позвонили. О, кто-то пришёл. Но вы не уходите. Мой разговор с вами ещё не закончился. Друзья. Что будем делать? У меня есть идея. Когда придёт Настя, мы скажем, что это всё подстроила Мраковна. Мраковна? Мраковна пришла. Блин, наш план. Да, Алёна Мраковна. Я пришла в гости. Открывай давай. А зачем? Настя, открывай. У меня для тебя сюрприз. Большой сюрприз. Тебе понравится. Ну ладно, заходите. Нужно срочно думать новый. Да, ну какой. Нормальный. Здравствуйте. Здравствуйте. Дила! Не поняла. Смотрите, повернулся. Его Мраковна принесла. Кстати, где вы? Мраковна, заходите. Дилан, мой хороший. Иди ко мне. Блин, пропали наши стоп-баксы. Дальше пропали. И всё это из-за тебя. Дилан, я красиво. Дилан, иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. Я за тобой так скучала. Моё прелесть. Иван, как я рада тебе. Наконец-то, Дила. Я так скучала. Вот и отлично. Настя, забирай своего кота. Тебе повезло, что у меня сегодня отличное настроение. Так, всем пока. Я побежала на работу. Мраковна, спасибо. Пожалуйста. Наконец-то, ты со мной. Я так соскучилась. Дилан, мой хороший. Мой хороший. Как я тебе скучала. Здорово. Мой Дилан, хороший. Хороший. Хороший Дилан. Короче, Рыжий, кажется, нам пора домой. Видишь, им тут и без нас весело. Пошли. Стоп, стоп, стоп. Не уходите. Мое хорошее настроение вернусь вместе с котом. Так что я готова потратить всю свою заначку. Настенька, как предлагаешь их потратить? Я предлагаю эти деньги отдать Рыжему. Пусть он сходит в магазин и что-то купит на них. Отличная идея. Рыжий, на беги. Рыжий, только быстро. Мы тебя уже ждем. О, класс. Здесь столько всего. Мне нужно скупиться. И сделать это правильно. А то девчонки опять кричать будут. О, Алена Мраковна? А вы что тут делаете? Что, Сережа, в магазин послали? Да, Алена Мраковна везде работает. И, между прочим, главным продавцом. Алена Мраковна, пожалуйста, помогите мне скупиться. Сережа, без проблем. Мороженое, шоколадки, конфеты, чипсы, сухарики, сладкая вода. Все, как ты любишь. Алена Мраковна, вы же знаете, я обычно покупаю всякую всячину. Но в этот раз мне нужно скупиться по-другому. Девочки мне дали деньги и, наверное, нужно купить хлеб, колбасу. Сережа, ты меня удивляешь. Молодец. Ты растешь прямо на глаза. Я тебе в этом помогу. Алена Мраковна, как вы думаете, я правильно все купил? Думаю, да. Ты скупился, как взрослый мальчик. Так, хороший пакетик. Тяжелый. Отлично. Сережа, это все? Алена Мраковна, а есть еще что-то по хозяйству? Есть, Сережа. Пошли. Слушай, может, стоило сказать Рыжему, что нужно купить? Это Рыжий. Он по-любому купит чипс, сухарики, сладкую воду. Ты сколько денег ему не дай, он все впустит на всякие сладости. Перчатки, розетка-тройник, горшочек. Так, 100 долларов. Ведь мне же нужно все 100 долларов потратить. Дельфин! Надо мной, дельфин! Это же моя мечта! Как же я раньше без тебя плавал? Все, я тебя точно заберу. Без тебя я не уйду. Блин. Девчонки будут злиться, если не возьмут зубную пасту и хлопушку для муку. Прощай, дельфин. Я буду за тобой очень скучать. Вроде все, Алена Мраковна. Да, Сережа, теперь ты настоящий молодец. Теперь я по-настоящему тобой горжусь. Держи. Неси девочкам. Да, Алена Мраковна, я от тебя такого тоже не ожидал. Ну что, пойдемте? Пойдем. Наконец-то девчонки не будут на меня кричать. А то всегда говорят, Рыжий, Рыжий, не бери сладости, возьми нормальной еды. Вот я и купил. Кто там? Это Рыжий пришел с покупочками. Ну наконец-то. Давай, доставай уже все. Я хочу вкусняшек. Да-да, девчонки, сейчас все выкладываю. Рыжий, молодец. Итак. Молоко. Сыр. Кетчуп. Горечка. Килька. Плавленый сыр. И хлеб. Делаем. Посиди здесь. Петчатки, тройник, зубная паста. Стираем порошок. Моющие средства. Губка. Мыло для рук. Зачем нам порошок? Мухобойка. Горошок для цвета. И туалетная бумага. Стойте, это еще не все. Вот и сдача. Знаешь, Настенька, отличная вещь. Идеально. Ну, Рыжий. Рыжий, подратишь. Мы с тобой. Я советую Рыжам убежать. Рыжий, подождите, надо. Не надо. Держи, вот что ты купил? Зачем нам сыр плавленый и масло? Зачем? Зачем? Зачем нам масло? Ладно, понимаю, мыло нужно, но масло мы не готовим. Рыжий, лучше бы чипсов купил. Вы меня постоянно упрекаете в том, что я покупаю чипсы, сухарики, вообще что-то неполезное. Вот я и купил все полезное для дома. Рыжий, это как раз и был тот единственный день, когда тебе нужно было купить чипсы, сухарики, сладкую воду. А теперь иди, возвращайся все обратно и принеси что-то годное. Или ты должен будешь мне сто баксов. Нам сто баксов! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok